Есть билет на матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, передвигайся бесплатно на поездах и автобусах. Болельщики смогут ездить бесплатно между 11 городами, организаторами Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Будем катать гостей на ростовских автобусах, за что мы недолюбливаем их. Во многих зимах холодно, щелей дует, а летом в Ростовске из-за 40 выше нуля очень жарко. Но постепенно наши автобусы движутся к комфорту и, надеюсь, без остановок. Здравствуйте, это передача «Даешь Мундиаль 2018». Меня зовут Анастасия Натальевич. Меньше шума, как выдает. Двигатель не слышно, как работает. Мягко, плавно включается коробка передач. Есть у него также кливерс, опускается для поднятия колясок пенсионеров, которым тяжело подниматься. Пять новых удобных автобусов большой вместимости вышли на ростовские маршруты. Два из них получили номер 4, по одному отданы маршрутам 3, 16 и 71. С такими не стыдно перед гостями, которые приедут к нам на Мундиаль. Автобусный парк постепенно обновляется. И, наконец-то, большее количество открывающихся окон и наличие кондиционеров. Ростовское лето пора приравнять к лету в жарких странах, где транспорт оборудован и можно дышать свободно. Кажется, что еще нужно? А как же благо цивилизации? Однажды у меня разрядился телефон, надо было срочно позвонить мужу, чтобы он забрал ребенка с садика. Ну, пришлось самой как-то выкручиваться, отпрашиваться. Вы понимаете, что теперь в автобусе можно завезти телефон? Ну, нет. Присмотритесь внимательнее. В некоторых автобусах уже есть зарядки для телефонов. Батарейка современных смартфонов очень быстро садится из-за большого количества интернет-приложений. Что делать, если ты стоишь в пробке? Сил телефон, назначена важная, возможно, и судьбоносная встреча. Для удобства пассажиров у нас в автобусах, в салонах появились USB-разъемы, позволяющие заряжать все современные гаджеты. Они распределены по салону, обозначены красным цветом, и любой пассажир бесплатно может подойти и воспользоваться разъемом для подзарядки батареи. В салоне предусмотрено 5 точек для подзарядки разъемов, каждая содержит 2 розетки. Это представляет собой обычный стандартный USB-интерфейс, который есть на каждом компьютере и позволяет заряжать устройство. Сейчас у нас оборудование 4 автобуса на 7 маршруте. В дальнейшем планируется по возможности увеличить это количество. В Чехии уже есть положительный опыт использования USB-разъемов для зарядки гаджетов. Этим опытом мы воспользуемся, чтобы внедрить такую систему в Ростове. А будут ли какие-то таблички на иностранном языке? Ведь на чемпионат мира к нам приедут болельщики из разных стран, чтобы они понимали, где у нас находятся зарядки в автобусах. Мы сделаем все для того, чтобы болельщикам было удобно и понятно. Сейчас мы их обозначили красным цветом, но я думаю, не проблема будет добавить какие-то дополнительные надписи. В общем, все просто. Главное иметь с собой USB-кабель, ну или попросить у попутчика, чтобы не пропустить важный звонок. На Дону новый министр спорта. Указом губернатора ведомство возглавил Самвел Ракелян. Вакансия оставалась свободной с 28 сентября прошлого года, после того, как не был продлен контракт с предыдущим руководителем Юрием Балыхниным. Для областного Минспорта Самвел Ракелян человек не новый. С 2006 по 2009 он был замом министра. В 2013 стал первым заместителем и проработал в этой должности до нынешнего назначения. Кстати, Донской спорт возглавил самый что ни на есть спортивный человек. Самвел Ракелян с октября 2009 по декабрь 2012 был главным тренером сборной России по академической гребле. Лично тренировал Сергея Пидоровцева, который в составе четверки выиграл золото на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Далее другие новости приближаются и нас к Модиале. Футбольный стадион Ростов-Арена готов на 40%. Строительство ведется ускоренными темпами, опережая график на три месяца. Почти завершено возведение железнобетонных перекрытий, стен и балок для перекрытия трибун. Идет монтаж металлоконструкций, покрытие стадиона, систем вода и теплоснабжения. Плановый срок завершения строительства стадиона к футбольному чемпионату мира – 25 декабря 2017 года. В новом аэропорту Южный начато возведение каркаса пассажирского терминала. Уже завершены работы по устройству вертикальных несущих железобетонных конструкций и плит перекрытия боковых элементов в самой протяженной части здания – галереи. На завершающем этапе к этой галереи примкнут 9 телескопических трапов, по которым пассажиры будут попадать непосредственно на борт самолета. Напомним, новый аэропортовый комплекс Южный строится в районе станицы Грушевская – Оксайского района. Глобальные стройки в самом разгаре. Все идет по планам. Теперь основное внимание к городу, который примет Мундиаль. Наш ориентир – это Москва. Такое направление задает глава администрации столицы Южной. Принялись за центр. Здание ростовской гостиницы «Московская» бездействует с 2007 года после пожара. Построено оно было как гостиница в конце 19 века. После революции первый этаж заняли магазины. В начале 21 века магазины стали офисами. После пожара 1 июня 2007 года владевшая зданием компании объявила о намерении открыть обновленный отель под другим брендом. Но в конце прошлого года инвесторы от проекта отказались. Теперь выкупить здание и заняться его реконструкцией планирует предприниматель Татьяна Шишкина. Мы не рассчитываем, что это осталось гостиницы. Гостиниц слишком много сейчас. Одновременно она скроется. Это будет подкорговый центр, потому что это большая садовая и потому что это вот само место, оно диктует определенные условия. Чапитовские заведения, то есть питание. В каком формате еще пока не знаю. Точно предназначение здания пока не определено. Если есть табличка, где написана улица Пушкинская, то рядом должно быть написано Пушкинская стрит по-английски. Иностранцы, которые приедут в Ростов на чемпионат мира по футболу в 2018 году, должны как минимум не заблудиться, гуляя по нашему городу. А максимум побольше узнать о Донской столице. К каждому объекту экскурсовода не представишь. Нам помощь в современной технологии. Кью-Ап-код Кью-Ап-код от английского «Быстрый отклик» японцы оценили еще 20 лет назад. От обычного штрих-кода, по которому кассиры считают информацию о товаре, этот матричный код отличается доступностью. Чтобы распознать информацию, зашифрованную в нем, не нужно спецоборудования, достаточно обычного смартфона. Новшество в Россию пришло не так давно, но прижилось. В основном в музеях. Такой электронный экскурсовод, а также на улицах, где прогуливаются туристы. Ростов идет в ногу со временем, рассказывая о своих знаменитых жителях на русском и английском языках. В 2013 году студенты Южнофедерального университета занялись тем, что вешали бумажные таблички на зданиях. Собственно, эта идея пришла к администрации города, и они решили этот проект реализовать только в новом качестве. Большинство горожан идею оценили. Даже если пришлось красить фасад, табличку бережно снимали, а потом снова вешали на законное место. Мы определенный период наблюдали за тем, как они висят. И были очень интересные случаи, когда на 9 мая на улице Алексея Береста на всех табличках появились искусственные цветы. Как бы никто людей не просил. Карты с QA кодами размещены на остановках. Всего 150 по городу, но это только начало. Если вы еще не обратили на них внимание, попробуйте подойти к ним со смартфоном. И, возможно, узнаете нечто интересное о Ростове. Карты и указатели, соответственно, содержат информацию для туристов. У туристов есть, причем на двух языках, у туристов есть возможность получить информацию об объектах культурного наследия и о транспортных маршрутах, которые размещены у нас на картах. То есть это создает удобство для наших гостей, для передвижения и комфортного пребывания в нашем городе. На сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе.